Походы по магазинам, поиск и выбор подходящих подарков. Пора предпраздничных хлопот в самом разгаре. А чтобы они были приятными и полезными, стоит соблюдать правила подарочного этикета. Предлагаем познакомиться с ними вместе. Во-первых, главный фактор при выборе подарка – личность и характер того, кому он предназначен. Маме, папе, мужу или начальнику презенты надо будет искать в разных отделах магазина. Так, согласно подарочному этикету, боссу принято дарить подарок от всего коллектива. А вот дорогие презенты стоит делать только близким родственникам. Подарки тоже могут быть абсолютно разные. Единственное пожелание – не ставить стоимостью подарка в неудобное положение родственников, как близких, так и не очень близких. Дальних родственников особенно, потому что, получив дорогой подарок, они будут чувствовать себя должными, обязанными сделать ответный ход примерно такой же сопоставимый. Поэтому не нужно не ставить неудобное положение. А маму, папу, бабушку, детей и жен, мужей можно радовать абсолютно любимыми подарками по стоимости. У европейцев существует общая тенденция – так не принято дарить ножи, часы, зеркала и даже кошельки. Но все же в подарочном этикете о них ничего не сказано. И декоративные настенные часы могут стать прекрасным презентом. А вот парфюм и средства личной гигиены – это уже нарушение правил этикета. Предметы гигиены либо предметы личного туалета. То есть, например, майки и трусы можно подарить мужу или жене, но всем другим дарить не стоит. Точно так же и духи. Вы можете восторгаться этим запахом в магазине, но он абсолютно не подходит или, более того, вызовет отражение у человека, которому вы подарили. Помните еще и о том, что мужчинам ни в коем случае не стоит дарить цветы, сладости и одежду. От выбора галстука тоже стоит отказаться. Его может презентовать только жена. А вот женщинам не стоит дарить кухонную посуду и бытовую технику. Помните еще одно правило, что важно не только безошибочно выбрать подарок, но и грамотно его презентовать. И здесь важно все, начиная от упаковки и заканчивая вашим настроением, с которым вы дарите подарок. Подарки можно дарить по-разному, но есть основные правила, которые не следует нарушать. Подарок следует заворачивать в упаковочную бумагу, известно, как всегда. Либо в пакет укладывать, либо в другую какую-то обертку. Обертка по стоимости должна быть сопоставима в подарок. То есть, соответственно, если вы дарите любимой женщине кольцо, не следует его пласть в полиэтиленовый пакетик в магазинах, в котором вы кольцо это купили. Утру сдайте себя подбором упаковки и красить. Важно еще и правильно принять подарок, потому главное помните, что своим презентом человек оказал вам знак внимания и заботу. И напоследок выбирайте подарок с любовью и дарите от чистого сердца. Пускай каждый ваш презент станет приятным сюрпризом для ваших близких, любимых и дорогих людей. Яна Леонович и Антон Филанович. Утро. Студия. Хорошего настроения.